Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас будет вложек. Я буду разбирать свой комод. Возможно, успею разобрать еще и шкаф. У меня просто такой бардак. Кое-что надо выбросить, что-то просто протереть, аккуратненько разложить. Вроде место есть, но все вот так вот, кувырком. Когда дурачок у нас убежал, я решила ему заказать вот такой вот ошейник и кулончик сюда. Здесь как раз таки мой номер телефона, чтобы вдруг рядом будут проходить добрые люди, кто-то захочет помочь дурачку. Вот в таком случае, чтобы могли найти номер телефона. И он сначала очень сильно бастовал. Вообще был против ошейника. Сначала я надела ошейник, потом немножко поиграла с ним такой лайфхак. Играйте, чтобы он немножко забыл про ошейник. И вчера вечером я еще нацепила вот эту штуку и тоже начала с ним играть. Поиграл он минут 15-20. Он настолько устал, лег спать. А сегодня утром даже забыл, что у него здесь что-то висит. Слабонервным просьба отойти от экранов. Нужно прибраться вот здесь. Всего-то навсего, как мусорка. Наконец-то я закончила этот тон от L'Oreal. Я убирала здесь дозатор, ковыряла кисточкой прям по дну. И насколько это возможно, на все 100% пыталась закончить этот тональный, чтобы здесь не оставалось ни капли. Прям кисточка проходилась по бокам. Вот здесь вот кисточка. И он у меня наконец-то уже закончился. Я могу с чистой совестью отправить его в коробку с пустыми баночками. Теперь выбираем следующую жертву. Кстати, ровно год, как я не покупаю тоналки. Какой возьмем? Какой будем добивать следующим? Давайте вот этот от Rimmel, потому что здесь совсем на донышке немножко осталось. Его легко будет закончить. Поэтому возьмем его. У меня есть вот такой очень удобный органайзер. Сейчас его надо вытереть и поместить сюда тональные. Вот так. У меня на запасе есть еще две пудры и один хайлайтер. Их тоже сюда. Классный румяный бронзер от Makeup Revolution. Правда, бронзер слишком темный. Но надо с ним не переборщить. Тоже сюда. Сюда же две палетки теней. Берем еще один такой органайзер. Я их покупала за полдоллара, за один монат. Но вы посмотрите, какое хорошее качество. Как удобно. Сейчас вытеру и будем заполнять его тоже. Параллельно еще буду показывать вам мою коллекцию косметики. У меня есть такой хайлайтер от Golden Rose. Обожаю просто его. Бронзер от Floor Mar. Это тоже турецкая компания. Сто лет он у меня, кстати. Еще один просто обалденный хайлайтер от Makeup Revolution. Я просто обязана была сделать сводч. Посмотрите на эту пигментацию. Просто одного касания достаточно, чтобы получить вот такой эффект. Две палетки теней от Makeup Revolution. Не очень хорошего качества. Их тоже вот сюда. Две палетки от Азербайджанского производителя. Иногда я поражаюсь самой себе, с каким умом я купила вот эту палетку хайлайтеров. Ну вот, когда я наносила голубые или розовые хайлайтеры. В общем, на коже это все выглядит так же, как и в палетке. Поэтому ни разу не использовала ее на протяжении уже, наверное, полтора года. Просто лежит. Убрала отсюда все ненужное. Хорошенько протерла. Первый ящик у нас уже готов. Здесь у меня шкатулочка, крема. Все-все-все поместилось. И даже осталось немножко пространства. По мне, очень аккуратно. Осталось только научиться соблюдать этот порядок. Я тут уже допиваю чаек. Я обнаружила, кстати, что мои любимые конфеты уже закончились. Поэтому завтра с мамой, наверное, пойдем вправо закупимся. Еще как раз вам покажу цены в Азербайджане на продукты. Сейчас я буду рисовать бумажные сюрпризы. Скорее всего, этот влог вы увидите после того, как я опубликую это видео. Поэтому я смело могу вам показывать. Такие у нас пакетики. Очень интересная коллекция будет на 100 тысяч. А здесь у меня будет какой-то интересный фильм. Это, кстати, все мои баркеры. Еще здесь валяются. Я все это приберусь после того, как закончу рисовать. Время 12, но мне не спится. Вот, поэтому будем смотреть какой-то фильм. Кстати, я хотела купить себе планшет, но мама меня отговорила. Мама говорит, у тебя два ноутбука. Зачем тебе еще и планшет? Смотри свои фильмы здесь. Правда, немножко неудобно. Клавиатура мешает. Но думаю, пока что потерпеть можно. Не критично. И у меня вот здесь окошко. И прямо из окна все соседи видят, что я делаю. Но, слава богу, соседи далеко. Надеюсь, что им не видно. Потому что я их не вижу. Если я их не вижу, значит, наверное, логично, что они меня тоже не видят. Доброе утро. Возвращаюсь к вам на следующий день. Хочу показать, что я нарисовала. Просидела недолго. Пошла спать. Зато сегодня встала пораньше. Три таких пакетика у меня получилось. Красота, не правда ли? На улице сегодня обалденная погода. И я как-то маме сказала, что мы купим для нее вафельницу. Или как правильно она называется. Чтобы делать венские вафли дома. Я решила купить вот такую вот штуку. В общем, вчера маме сказала об этом. И мама мне сегодня говорит, ну что, идем за вафельницей? Ну что, когда идем за вафельницей? Сейчас мы направимся туда. Я еще плюс хочу посмотреть и купить. Но мама, правда, против. Паровой утюг. Потому что мне очень неудобно гладить обычным утюгом. И если будет хорошего качества, по приемлемой стоимости. В общем, я вас с собой возьму. Покажу вам обязательно все. То я хочу взять. В последнее время постоянно хожу в этих кроссовках, которые я заказала с сайта Шейн. Они просто обалденные. Невероятно удобные, комфортные. В общем, от души могу вам посоветовать. Уже в процессе носки. Уже говорю о своем сложившемся впечатлении. Супер. Пять из пяти. Уже настолько привыкли ходить в масках. Даже на улице. Что не хочется снимать. Мне кажется, пандемия пройдет. Пройдет еще пару лет. Я все равно буду ходить в маски. Смотрите, что мы нашли за 3,50. Такая офигенная клубничка. Так, давайте немножко покажу вам цены. Помидоры 3,50. Вот такие вот помидорчики. Яблоки 1,70. Есть еще по одному 80. В общем, цены вы сами видите. Перевести можете. Но это все-таки цены супермаркета. То есть у нас так принято, что на пороге супермаркета вещи выносят на улицу. Что все видели, хотели купить и заходили в супермаркет. Но на базаре это все можно купить в разы дешевле. Дальше мы пошли искать для мамы вафельницу. Но не было варианта, который мы хотим. Была вот такая вот. А это все, по-моему, гриль. Еще паровые утюги. Я вам до этого показывала в этом магазине. Есть вот такие, но они какие-то ноунейм. То есть не какой-то конкретный бренд. Поэтому даже не знаю, стоит ли брать или нет. Это все-таки гриль и так далее. Здесь недорого все, но и не бренды. Вот такая вот вафельница. И съемных насадок тоже нету, к сожалению. Еще в этом же магазине я заметила такие стаканчики ручной работы. Это глина. Я видела и в инстаграме, что девчонки продают такие стаканы собственного производства. И, кстати, они стоят очень даже дорого. 20 манат за один стакан. Ну, понятное дело, ручная работа и все такое. Очень красиво по мне смотрится. Очень нежненько. А еще здесь вот эти все причиндалы для волос, так скажем, резинки, заколки. Все стоит намного дороже, чем на шейн. Лучше оптом заказывать шейн. Я вам советую. Вафельница мы нашли вот здесь. Это фирма Коркмас. По-моему, так она называется. Да. Но здесь не проходила карточка, поэтому мы решили не брать. И пошли дальше в крупный супермаркет, который называется Браво. Я его просто обожаю. Тут висит азербайджанский флаг. И очень мало народу. Очень. Ну, обожаю я вот такие вот платьишко на лето. Смотрите, какое красивое. Очень хорошего качества. Только цену я что-то не разобралась. Сколько же оно стоит на самом деле. С приспущенными плечами, я думаю, будет смотреться офигенно. Вот такое вот платье. Коротенькое. Есть, кстати, еще зеленый цвет такого платья. Супер вообще. Я обожаю подобный фасончик. Но у меня много таких платьев дома. Поэтому не знаю, стоит ли брать. Или все-таки нет. Вот разные цвета здесь. Тапочки зимние, теплые. По идее, не должны быть на скидке. Но нет, в Браво всегда они стоят дороже, чем везде. Причем намного дороже. Вот такие вот варианты здесь есть. Ну, просто вам показываю. Покупать не буду. Ну, а людей в магазинах не так много. Я бы даже сказала, очень мало. Осталось найти маму. Есть еще вот такие паровые утюги. Они стоят намного дороже. Наверное, есть у них разница, да? Какая-то раз они дороже стоят. Двести шестьдесят девять монат. Вот. Есть еще вот такие два варианта. Мне кажется, лучше взять, поменять и урнить. А то дома тоже дофига места будет эта конструкция занимать. Такие у нас стоят по восемьдесят девять. Но я больше склоняюсь к этим. Если разрешат протестировать, то я возьму. И дофига обычных утюгов. В последнее время моя душа прям тянется к деревенской жизни. Вот к такому самовару прекрасному. Тут еще увидела чемоданы. Самый большой. Прям огромный. Стоит пятьдесят девять. А все остальное дешевле. Мама тут заценила уже. Себе присмотрела. Как тебе, маме, чемодан? Очень легкие. Ну хорошо, да? Наоборот, легкие. Мне кажется, хорошо. Иногда вы меня спрашиваете, почему я именно снимаю Браво. Потому что здесь очень комфортно. Продавцы прям проходят рядом со мной. Не делают никаких замечаний, что почему вы снимаете. Зачем это надо. Куда вы будете это выкладывать и так далее. Таких вопросов вообще не возникает. Поэтому можно спокойно ходить. Выбирать, снимать. Плюс сейчас, кстати, музыки нет. Как будто я договорилась с ними, что не включайте музыку. А то у меня авторское право снесут. Давайте немножко еще продуктов вам поснимаем. Грибочки почти три моната. Но это в супермаркете. Здесь еще плюс будет скидка 10%. А если вы хотите купить за копейки, то надо идти на рынок. Короче, кто не в курсе, у нас у Азербайджана есть вот такая вот косметика. Называется Aroma Collection. И стоит она совершенно недорого. И качество тоже очень хорошее. Дабы поддержать отечественного производителя, хочу взять какой-то из этих кремов. Я пробовала до этого их продукцию. Мне она очень нравилась всегда. Решила взять вот такой вот ночной крем. Вот. И вообще дома все покажу. Все, что я купила. Мои любимые шоколадки Alpingold. Один манат. 39 копеек. Вот. Офигенная цена по мне. Морепродукты у нас всегда дорого. Вот такой вот кусочек у нас стоит 20 манат. Пипец дорого просто. Все морепродукты причем. Ну все, маме, на кассу или еще куда-то? Давай посмотрите, походим. Так, все спрашивают по поводу масла. Три маната 25 стоит вот это масло. И вот здесь тоже везде масло. Я не сильно разбираюсь. Подорожало, мам, масло? Мне кажется, нет. Да, но я маме предлагаю купить как можно больше масла. Говорят, что потом не будет. Потому что главный экспортер масла, как я знаю, это Украина и Россия. А у них сейчас война. Поэтому лучше купить побольше масла. Но мама говорит, нафига нам столько масла? Куда мы потом это все денем? Ну, подорожает, чуть подороже купим. Короче, мы не сходимся в мнении. На какие-то позиции даже вот скидки есть. Что-то вот по цене. Мы уже дома. И вот столько пакетов у нас получилось. Сейчас все открою. Буду показывать вам. Называть цены, чтобы вы могли сравнить с вашими городами. Это все мы покупали в Браво. Все разложила. Теперь могу вам подробнее все это показать. А во-первых, сыр такой ламби. Мы его очень любим. Такой вот взяли небольшой. Хлеб обычный, черный. Мама еще взяла вот такое вот масло. Экстра вирджин. Был у нас скидки. Всего 12 монат. И мы решили взять. Также здесь форель. Печная. Всего 2 моната нам обошлась вот такая вот рыбка. Конечно же, сливки. Я просто обожаю макароны со сливками. Всякие пасты. Поэтому взяли. Здесь у нас спрайт. И вот такой вот напиток тоже был на скидке. Что-то в районе 70 копеек он стоил. Сейчас на пробу мы взяли для Твиксика вот такой вот паштет. Не знаю, понравится ему. Заценит ли он. 2 моната стоил. Но плюс еще вот скидки еще надо учитывать. То есть я вам буду писать цены. Но еще плюс надо учитывать из этой стоимости 10% скидку. Три жвачки от Дирол. Лимончики. Вот такой вот крем взяла ночной. Посмотрим, попробуем. Это азербайджанское производство. Твикс! Воришка! Пошел нафиг! Многие спрашивали про масло. Мы взяли 5 литров за 23 моната. Но были варианты и подешевле. Кстати, обязательно протестируем сейчас этот утюг паровой. Также мы взяли киви. Для Твиксика также взяли печеночку. Он ее обожает просто. Мы варим и в вареном виде ему даем. Наберись терпения, мама блогер. Надо все заснять. И за все мы заплатили 62 моната 91 копеек. За все это. Это со скидкой, кстати. Со скидкой 10%. Самое главное нужно протестировать. Открываем. Здесь нам дали чек. Гарантию. Сказали, что если что, можно вернуть. Если нам не понравится. Вот такой вот мешочек в комплекте. Книга какая-то, которую просто я выбрасываю. Никогда не читаю. Что-то там. И самое главное. Глянем. Мы еще хотели вафельницу купить. Но ее не было. Точнее не было той, которую хочет мама. Мама решила, что попала. Покупать она не будет. Вот так вот она открывается. Как я понимаю. Бжик-бжик. Если честно, подобные были и в других магазинах. И за 40 монат. То есть за полцены. Но просто там были какие-то фирмы. Ноу-ней. Я решила взять что-то такое. Солидное. Например, Тефаль. Я решила протестировать нашу новичку. С моим новым кардиганом, который я заказала. Шейн. Здесь были очень такие явные вмятины. Почему я решила протестировать именно на этом кардигане? Потому что он достаточно толстый. Если он отпаривает даже этот кардиган, то я думаю, что летние вещи с легкостью справятся. Поэтому я решила начать с него. Вроде как я осталась довольна. Посмотрите. Может я что-то не вижу. Но вроде никаких вмятин нет. Поэтому я одобряю. Вообще даже если вы умеете гладить с обычным утюгом. И вам он нравится. Есть иногда такие вещи. Например, какие-то платья. С какими-то рюречками. С какими-то бантиками. Твикс не делай. Поэтому мне кажется, паровой утюг по-любому дома нужен. Но еще непонятно. Я думаю, что должно пройти немножко времени, чтобы протестировать прямо окончательно. Но я довольна. Пришли с мамой домой. И вот такой вот у нас обед. Рыбка, которую мы купили. Кстати, маловато мам купили. Надо было побольше. Она недорого стоила. Всего 8 манат. Это что за рыба была, мам? Форель, да? Форель, но речная. Речная. То есть небольшая размером. Сейчас будем кушать. Приятного аппетита нам. Кстати, забыла вам показать. Но это я купила не вы права. В другом супермаркете. Я всегда использую одну и ту же умывалку от Натура Камчатка. Это серия Натур Сибирика. В общем, у меня две такие умывалки. Точнее, не две. У меня четыре сейчас. Это все на запас. Потому что очень приятные цены. Не знаю, будут ли дальше такие цены в этом магазине или нет. Но я купила каждую по 6 манат. В общем, мне очень нравится. Дорого у нас или нет? Уже делать вывод вам. Я цены показала. Перевела в доллары. Так что сравнивайте, мои хорошие. Что я заметила? Я заметила, что бумага подорожала. Но у нас два поставщика. Это Турция и Россия, получается. Поэтому немножко подорожала. Стоило всегда 3-4 маната. Ну, максимум 5. Сейчас везде 7. Опять же, не критично. Но все же неприятно. Особого ажиотажа в магазинах, как вы видите, не было. Даже особо людей в магазинах не было. На этом буду закругляться. Спасибо, что вы смотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Я пойду смывать макияж, приводить себя в порядок, купаться и так далее. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.